Мистер Балди, а вы ничего не забыли? Ах да, вспомнил. И как я мог забыть об этом? Ты же не решила мой третий пример. Где там моя линейка? Какой еще пример, мистер Балди? Вы забыли, что Слендер похитил Педро? И мы должны отправляться на поиски. Ах да, Педро. Славный мальчуган был. Вставайте, мистер Балди. Нужно отправляться немедленно. Нельзя терять ни минуты. Да-да, конечно. Сейчас пойдем. Но ты присядь на секундочку. Посиди перед дальней дорогой. Мистер Балди, уже прошел час, как мы сидим. Вам не кажется, что нужно поскорее отправляться на поиски Педро и спасти его? И куда ты так торопишься, свинка? На тот свет всегда успеешь. Может, вы боитесь идти? Нет, конечно. Скажешь тоже. Я ничего не боюсь. И чтобы доказать тебе это, я расскажу тебе одну страшилку. И мы посмотрим, кто из нас боится, а кто нет. В темном при темном лесу, в темной при темной пещере, жило чудовище. Оно похищало детей и заставляло их с собой дружить. И вот однажды один мальчик так соскучился по своим близким, что решил сбежать от чудовища. И для этого он пошел на одну маленькую хитрость. Слендер, дружище, а что бы ты делал, если бы я, к примеру, сбежал от тебя? Я бы догнал тебя и съел. Но у тебя бы ничего не вышло. Отсюда нет выхода. Говорят, что выход есть из любой ситуации. Не может быть такого, чтобы отсюда невозможно было сбежать. Ведь должна быть хоть какая-то лазеечка. Отчего это ты интересуешься? Уж не надумал ли улизнуть от меня? Что ты, дружище Слендер? Нет, конечно. Но если не хочешь, не отвечай. Возможно, я для тебя не такой уж и большой друг. Если ты мне не доверяешь. Ну хорошо, я расскажу тебе один маленький секрет. Все, кто находится в моем логове, могут при желании телепортироваться на небольшие расстояния. Такое уже это место, которое наделяет живущих здесь определенными способностями. Но никто отсюда не сбегал еще ни разу. Потому что просто не догадывались об этих способностях. Они все мечтали попасть домой, к своим родителям. Но это слишком далеко отсюда. Понятно. Я думаю, что они и не хотели от тебя сбегать. Ведь у тебя тут так хорошо. Знаешь, для полного счастья сейчас мне не хватает только вкусненького торта. Жаль, что у тебя нету такого ничего. Я могу принести, если хочешь. Но ты тут останешься совсем один. Да что ты, дружище, Слендер. Не стоит так утруждаться. Тебе, наверное, будет очень сложно это сделать. И займет у тебя много времени. Совсем не сложно. И займет это всего минут десять. Ну хорошо. Ты меня уговорил. Я готов тебя подождать. Только ты не спеши. Не хочется, чтобы ты из-за меня сильно торопился. И вот, как только чудовище исчезло, чтобы принести торт, мальчик немедленно попробовал представить себе выход из логова. И у него это получилось. Он оказался в пещере. Мальчик увидел непроходимую пропасть. Обойти, которую было невозможно. Тогда он телепортировался. И оказался на свободе. Теперь оставалось ему выбраться из леса. Но в какую сторону бежать он не знал. И вдруг из пещеры вышло чудовище. Его и без того длинные руки и ноги стали удлиняться. И он уже был похож на гигантского паука. Который с легкостью перешел пропасть. И направлялся к мальчику. При желании он мог бы и телепортироваться к своей жертве. Но он хотел таким образом внушить страх и ужас. Беглет же был отважен и не испугался. Он понял, что убежать от чудовища у него не получится. Если только он не будет телепортироваться. Хотя бы на маленькие расстояния. Пока не доберется до людей, у которых найдет спасение. Он исчез. И когда появился в другом месте. Через несколько секунд рядом появился его преследователь. И началась необычная погоня. Но вдруг мальчик понял, что больше не может телепортироваться. Он изо всех сил пытался представить себе место, куда хочет попасть. Но у него ничего не получалось. Вдруг перед ним возникло чудовище и заговорило. Почему ты сбежал от меня? Ведь я был так добр с тобой. Потому что я мечтаю увидеть свою маму. Я скучаю по ней. Прости. Но я не могу тебя отпустить к ней. Дай мне слово, что ты не обманешь снова. И я не стану тебя наказывать. Мы будем друзьями. Как и раньше. До гроба. Хорошо. Но сначала докажи мне, что ты настоящий друг. И доверяешь мне. Оставь меня на пять минут. Мне нужно подумать. Договорились, друг. Чудовище исчезло. И мальчик решил, что достал его последний шанс, чтобы спастись. Он побежал без оглядки. Куда глаза глядят. Через пять минут быстрого бега Он увидел вдали мерцающий свет, Похожий на костер. Значит, там должны были быть люди. Он остановился. Перевести дух. И рассмотреть получше, не обманывают ли его глаза. Ему даже послышалось, что люди у костра разговаривают. Как вдруг он услышал голос за спиной. Я сдержал свое слово. И дал тебе время подумать. Что ты решил? Прости. Но я не хочу быть твоим другом. Я люблю свою маму. И она мне дороже всех на свете. Вдруг из-за спины чудовища начали вырастать щупальца. Которые потянулись к мальчику, Чтобы схватить его. Тот не стал долго ждать. И рванулся в сторону костра. К людям. Но щупальца чудовища так стремительно удлинялись, Что быстро догоняли бегущего мальчика, Который вбежал уже на поляну и закричал. Мистер Балди, Пепа, я вернулся. О нет! Ты привел за собой чудовище! Оно гонится за тобой! И сейчас поймает нас всех! Уходи отсюда, Петро! Беги в другую сторону! Я не хочу погибать из-за тебя! Успокойтесь, мистер Балди! Никто за мной не гонится! Петро, разве тебя не похитил Слендер? Мы собирались идти искать тебя! Да, он действительно схватил меня, Когда я собирал дрова. И забрал к себе в логово. И ты сбежал от него, телепортировавшись? Нет, кого я не сбегал. Мы мирно с ним побеседовали. Я рассказал ему, что совершенно его не боюсь. Что дружу с Пеппой, и она очень расстроится, Когда обнаружит, что меня нет рядом. Тогда он вернул меня обратно, на то место, где забрал. Пожелал удачи и испарился. И еще, кстати, передавал привет тебе, Пеппа. Спасибо. Похоже, мистер Балди, вы сами испугались своей страшилки. Простите, ребята. Мне так стыдно перед вами. Я побоялся пойти на поиски Педра. И специально затянул длинную историю, Чтобы подольше не идти никуда. Но сам же и испугался придуманной мной страшилки. Теперь вы знаете, что я труслив, как заяц. И не боюсь лишь беззащитных малых детей. Вся школа узнает правду обо мне. И меня перестанут уважать. Не переживайте, мистер Балди. Мы никому не расскажем об этом. Если вы сейчас же отвезете нас домой. Правда, Пеппа? Да. Мы никому не расскажем. Только увезите нас отсюда поскорее. Спасибо вам, ребята. Сейчас мы потушим огонь и вернемся назад. Ура! Всем привет. Сейчас я прочитаю 10 случайно подобранных приветов. Поехали. Дуэджин Керан. История от арта. Привет. Привет, Тимофей Федоров. Привет, Соник 134. Каролина ТВ. Привет. Котик Пукля. Привет. Привет, Полина Лина. Плейтюб. Привет. Рейнбоу Пони. Привет. Спанч Болл Плейбор. Привет. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите в комментариях свои приветы. И делитесь с друзьями в соцсетях. Ну а на этом сегодня все. Пока. 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 Продолжение следует...